Ладно, ладно, вы раскричались Там игра началась адекват Что-то опять не комментируешь Не дают им даже водички попить, демоны Послушали мы с вами музыку, ребят И вот таким же, просто на хорошем, мажорном темпе Врываемся мы сейчас смотреть, что полуфинал, правильно Итак, СЛТВ у нас, напряженно напоминаю Викинг Кап от номера 55 Пацаны тут борются просто за про-серию И война здесь, конечно, просто жуткая Итак, у нас полуфинал нижней части сетки Команда Элвин Исландс против команды Хилло Мото Сербия Ну что, посмотрим, удастся ли сербам у нас выиграть Еще одну карту и пробиться в финал Или же те ребята, которых мы еще не смотрели Элвин Исландс покажут свою силу, свою мощь И разгромятся соперника, тоже пройдя в финал Посмотрим, ребят, опять-таки напоминаю Сингл Эллиминейшн БО1, а это значит, что у нас Кто проиграет, тот и вылетает А кто выиграет, проходит дальше в финал У нас детекчуя время сейчас 20-10 по Москве, соответственно у нас будет Финал начинаться где-то через час ровно То есть это 10 минут 10, наверное Так что, я думаю, где-то к 11-10 часам И на пол-11 мы уже закончим с вами этот турнирчик И узнаем, кто у нас прорвется в про-серию На седьмой сезон Старладдера Это будет здорово на самом деле Давайте, ребят, потихонечку к игре возвращаться Итак, Хеллоу Мото Сербия Вот играть по-прежнему за Рейдентов Алхимика они себе взяли ферст пиком Забанили Вивера и Нагу Сирену И все очень плохо Капитан команды Левен Исландс берет Айо Ну да, брать Айо действительно значит все очень плохо Это просто сразу заявочка на победу Забанили Айот Фолт Дуауэр и Бэтрайдера И сейчас, я так подозреваю, будет съезжать какой-нибудь Хаос Найт Прав ли я или нет? Давайте посмотрим вторым пиком И все очень плохо Давай, жги Ну, пока они опять ги жгут в пиках и банах Мы с вами, конечно же, общаемся и жгем на Твиче twitch.tv.slash.ladder9 Залезайте, ребят, туда, общаемся Народ там сидит Доброго времени суток всем желает И тебе тоже привет Привет всем в чате Да, наконец-таки народ там немножко поактивнее Вот, СК2ТВ пацанам тоже привет, кто сидит в чате Да, ну и, конечно же, не забываем подписываться на паблик Выгадочка.com.shadequad.tv Мой тот самый паблик Где я отписываю абсолютно все От анонсов до вводов До всяких конкурсов И все-все, что у меня обычно происходит И все, что бывает Ну, вроде бы, окей Все, все окей Ага, у нас тут масс-дисконнекты просто какие-то Что происходит вообще? Go, go, RMK, same bands and picks Go, go, rehost Крутил сэгат, крутил сэгат Ага, our picker got connection issues Понятно, короче, капитан команды Эллен Исланд Какие-то проблемы имеет с пиками И говорит, давайте сделаем RMK, друзья Ну, давайте сделаем RMK Что ж Раз такая пьянка Переподсоединяюсь я Ладно, ладно Значит, больше времени будет пообщаться в чатике, конечно Врывается туда, посмотрю, что напишите Давай в стиме Это можно Это мы изи сейчас сделаем Так, ну вот, зрители, да, написано А это значит, что вы сможете смотреть Дота ТВ эту трансляцию Так что, ребят, у кого-то, если проблемы с твичем имеются Я в стиме добавляю всех Через меня смотрите эту игру И там Дота ТВ я тоже вещаю Тоже меня должно быть хорошо слышно Угу, ну вот ждем Ждем сейчас тьму Вроде бы рейдинды все уже собрались И будем начинать смотреть эту игру Опять алхимик Надоел горчоту Ну, самый сильный кири-герой Что уж тут другого ждать, как говорится, да Ну, алхимик, он и в Африке алхимик, как говорится Должен побеждать игру просто райт-кликом Будем дать только ему пофармить Ну, да ладно, посмотрим, как у нас с этим алхимиком будут дела Еще, кстати, не решился у нас вопрос С кем будет Айо там у нас бегать Вот, там Потому что проблемы были у нас Капитаны команды Айеи Да, Айеи они сейчас будут РМК делать И там уже посмотрим Айеи, с кем будет у нас выступать Ну, будет либо Тинни, либо Скауст Найт Либо, я не знаю, Рикки Мару Может быть, какой-нибудь в крайнем случае Если какой-то там соберется команда Нереальный экшен показывать В общем, тут посмотрим Итак, у нас внизу посмотрим А, кстати, вот команда Еи Я хотел немножко рассказать об их истории История у них следующая Они обыгрывают сперва команду Тим АСК Тоже 7 Ну, тут вообще все играют командой из 7 про лиги Так вот, очень серьезная, на самом деле, команда Я почему-то думал, что Тим АСК в этом противостоянии должна победить Потом обыгрывают команду Айрадин Этих команд я не знаю Потом обыгрывают команду Вивком Вот эта команда тоже очень серьезная И они их обыграли Что примечательно Значит, в принципе, команда Еи показывает хорошие результаты Кстати, у нас в верхней части сетки Второй полуфинал, да, который должен был состояться Там команда АВД встретится против команды ЮСХ или ТЕСК Там уже четвертый финал еще не доигран между этими двумя командами Так вот, но АВД тоже однозначно в полуфинале Раз там не доиграли Я так подозреваю, что там Скорее всего, наверное, затянутся немножко игры, да То есть мы посмотрим с вами вот этот вот полуфинал Кстати, который уже начались пики и баны И так, мы нашли такую стадию, опять-таки Где должен все очень плохо забирать себе последнего персонажа В этой стадии Посмотрим, как это будет Так, ну что, мы остановился Так вот, да, команда АВД ВД против, там, скорее всего, ЮСХ будут играть В общем-то, мы, когда закончим с вами смотреть этот полуфинал Скорее всего, придется немножко подольше подождать, чем обычный То есть не какие-то там 3-4 минутки А где-то порядка 10-20 минут Пока там-то играют полуфинал Вот Ну, а потом, конечно же, будем врываться на финальную часть, ребят Опять-таки, по системе БЛ1 И там уже выигрышная команда зарабатывает себе слот в Pro-серию Которая, кстати, в качестве анонса вам сообщаем Начнется уже в субботу в эту Через 2 дня буквально будут сформированы первые группы 48 команд участвующих Будут разбиты по 16 Вру Нет, все правильно Нет, неправильно По 8 групп Да, будут разбиты они на 8 групп По 6 команд Ну и опять-таки, групповая стадия В принципе, как и в 7-ми про это было То есть, кто смотрел трансляции Тот наверняка должен знать Кто не смотрел Заходите на сайт Dota2.starluder.tv И там, в принципе, все расписано И так, все-таки, пока Visage забирает себе Все очень плохо Капитан команды Рейдентов Точнее, Dyer, Dyer Ну и оставил пока на потом, как говорится Свой пик к IO В связочку В те времена Darkseer отвечает у нас здесь Алмайти Ну и пошла вторая стадия банов Минус Шату Демон и минус Найт Демон и минус Найт Так, у нас те времена Минус Шату Демон Минус Найкс Минус Гайрокоптер И минус ТХД Это у нас вторая стадия банов Паша старается стадия пиков Но по-прежнему интригует нас Команда Dyer сейчас Что же будет с IO Светлячок С кем будет летать у нас? Я хочу Тинника Вот честно, я вам признаюсь Я давно не видел IO Плюс Тинник Я очень хочу вот этого пацана Каменного посмотреть Который будет брать бревно И будет этим бревном Просто оглушать по всем Бить по голове Там, ну Не знаю Решаться ли взять именно этого персонажа Обычно по стандарту Берут Хаус Найта Как я уже говорил Все-таки это наиболее Скажем так Распространенная связка Которая имеет место быть И в различных компетенциях В доте, геймс В турнирных играх И так далее Да и в пабах Тоже очень даже неплохо заезжает Ну и так Третий пик Смотрим, смотрим Нейджис Профит пока залетает Готов оффлейнер Есть два суппорта Ну что Остался Керри плюс мидер Команды Команды EA Почему-то они сейчас не поставили Кстати свое название команды Забыли, видимо Ну да ладно Решка Такой решка, конечно Вообще жесть Так, ладно Что там пишут Да, раньше, говорит Были алхими Магины всякие Сейчас алхимики Ну, тенденция меняется Дота меняется И, наверное, меняется В лучшую сторону Да ладно Пусть будет так Просто бомбит Когда вижу нанохимики Так играй сам Че мешает Ребят, вообще Любая команда Просто зарегавшись Поехали шпилить аматорку Аматорку выигрываете Семипро и так далее И так далее Ну и, в общем-то Добирайтесь до Прослиги Там я вас стримлю И вы на алхимике Разрезаете абсолютно всех Как вам такой план? План, по-моему, вообще классный Нюксасасин залетает Та с третьим пиком Ну что, отлично И Самое интересное Да, кстати Тут верно подметили в чате Очень здоровая критика Что здесь Команда Хиллоу Мотосерпи Не забанила Ни ЦК Вообще ни одного героя Который мог бы контактировать С Айо По сути, да Где бан ЦК Айо Ничего не такое То есть не боятся Не боятся этой связки Видимо, подозреваем мы Что команда Сербов Вот этих, да Она, в принципе, наверное Знает, как играть Против этой связки Ну вот о чем я и говорил Хаос Найт Хаос Найт Отлично Отлично Связка готова Ну и посмотрим, конечно Как умеет команда Из Сербии Наши Друзья вот эти вот Не, скажем так Не СНГшные, да Как они могут играть Против этой связки Как они умеют бегать Пятером и так далее Спасибо за просмотр! Так, ну и смотрим, сейчас ответит у нас Hello Moto Serbia, что будет брать. Как смотреть игру через доту? Добавить меня в стиме. Мой стим указан под плеером. Героникс Вивер не хуже ничем этого Алхима, говорят. Может быть. Сейчас точно будет эскат, точно будет эскат. Почти сразу заезжает нам в чат. Ну да, задержка в стриме в минуту, поэтому только сейчас читаю ваш чат, что вы тут пишете, вашу реакцию. Ну она, в принципе, оправдана, на самом деле, эта реакция. Кстати, ребят, голосование-то еще открыто. Давайте, успевайте голосовать. Сейчас еще раз в свитчей кинул ссылочку на паблик и там за команду, которая, как считаете, победит в этой игре. Обязательно проголосуйте. Голосоволочка. Котл заезжает у нас четвертым пиком в команде Хиллоу Мотосерби. У нас последняя стадия банов минус Пак и минус Квин оф Пейн. Ну и смотрим, какой будет последний пик. Нужно кого-то в мид сейчас забирать. Команде ЕА. Ну или же, там, такие варианты вообще сумасшедшие возможны. Конечно, с профи идет сложную. Айо плюс Хаус Найт отправляется, например, в мид. А Висаж еще с кем-то, да, с каким-то там керри-героем еще отправляется на легкую линию. Такой вариант тоже, в принципе, вполне возможен. Так ли это будет? Посмотрим. 10 секунд, Риммей. 5 секунд. Продолжение следует. Сто заказов на адекват радио просто. Т.У. Окей. Так, ну вот прям что-то очень долго думает, на самом деле, над пиками эти обе команды. У нас в предыдущей все игры как-то все побыстрее немножко было. Но тут, видимо, сказывается все-таки важность, важность этой игры. И насколько серьезно действительно ребята подходят. Их процесс выбора героев, их непосредственно к самой игре. Так что, думаю, нас должны радовать. Радовать должны игрой. Хочу увидеть просто нереальный экшн. Я сейчас хочу, чтобы Айо вместе с Хаус Кнайтом просто по всей карте летали. Вот это здрасте. Ну, это как я предвещал. На самом деле, в миде будет у нас Айо плюс Хаус Кнайт. Значит, профит на сложный. Урса с Мисседжем поехали на легкую. И поехали экшн. Действие Айо вообще выбор шикарный. Так, там, кто у нас там, например? Алхимик. Ага, Алхимик лучше убивать со Станом активно. Поехали с Хаус Кнайтом. Кто у нас там? Котл. Поехали с Урсой. Шлеп, 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 минус. Там, Дарк Синер тоже. Хоп, шлеп, 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 минус. Отлично. Короче, здесь просто борода, а не пик у команды Дайр. Мне он очень нравится, очень импонирует. Я уже однозначно буду болеть за этот пик пул героев. Я не говорю за команду, я именно говорю за этот пул героев. Я хочу, чтобы они их демонстрировали потрясающую доту. Итак, чем ответить нас с Хеллоу Мотосербия? Должны как-то, я не знаю сейчас. А, Клокверка забирают. Ну что, они, в принципе, показывали, как умеют играть с этими персонажами. И Алхимиком, и Клокверком, и Дарк Сиром тоже. Ну и поехали разбирать себе героев. Эх, предвещает быть просто классная дота. Должна быть просто офигенная дота сейчас. Так, ну что, ребята, разбирать себе героев. Я последнее добавление в стиме делаю. И поехали смотреть. Кинь, пожалуйста, ссылочку на Twitch. Да ладно, чего вы на Twitch найти не можете, что ли? Слэш Танладер 9, все просто. Так, ну что, смотрим. Итак, команда Рейдинф, они же ХМРС. Анахадора будет играть у нас на Алхимике. Элмайти будет играть у нас на Ньюкс Ассинь. Иди Сейдика будет играть у нас на Кипер Овлайт. Он же Коттл. Цельный Бегат будет играть у нас на Дарксире. Ну и Сан остается у нас в блок вверх. Итак, команда ЕА. Все очень плохо, капитан команды. Будет на Урсецком бегать у нас. Видим Айо, это Айплюс. Айди будет играть у нас на Виседже. Бараш будет играть у нас на Хаус Найки. Ну и ЕМММ будет играть у нас на Нейджис Профити. Поехали смотреть Дота. Итак, 30 секунд до спана Крипла. Вставим мы статистику. Выбираем какую-нибудь мега... Ничего не выбираем. Здесь так все нормально стоит. И... Ага. Поехали смотреть. Тут, видимо, уже побежал-полежал у нас Тринант. Находит двух. Понимает, что Трипла будет снизу. Спалил это дело Нейджис Профит у нас. Отлично довел своего Тринта. Ну и, наверное, все-таки начнет с леса. Я так думаю, все-таки... Да, почему бы нет. Или сразу на Сложную пойдет. Я тоже не знаю. Смотря какие цели будут преследовать у нас Дота Трипла, команда ХМРС. Будут ли они сразу идти пушить, либо же будут держать на одном лайне. Причем я знаю, на которой играют у нас не через Хэнд оф Майберс. Мы это видели в предыдущей карте. Этот товарищ у нас играет через Фейзы, Шадоу Блейд, Асалки Расс и поехали убивать. Вот такой у меня айтем билд. Больше всего нравится. Причем после собранного Шадоу Блейда он не стоит фармить. Он двигается, он убивает. Урсецкого все-таки. Значит, расположение лайнов я немножко не угадал. Наши проект на Сложный. Здесь Трипла такая интересная получается. Гаррекоптер, Айо плюс Виседж. Не, Урса, Соломит против Клокверка. Просто Завози называется какой-то. Здесь у нас на Сложный, понятное дело, Дарксир. Уже накидывает первая Айншелла. Заходит здесь Айо в спину вместе с Виседжем. Будет нафтечковать. Да, понимает, Дарксир, что ему не сладко будет на лайне стояться. Ну и впрочем, как и Клокверку, наверное. Да, все-таки к Урсе ты особо не подойдешь. Плюс он под пассивочкой. Продамаживает очень сильно. Тут нужны какие-то Коги, я так понимаю. Коги, Роккетберджи. Именно вот эти два спела нужно будет промакшивать как-то. Чтобы Урсе не давать жить на этом лайне. Ну иначе Руза, конечно, будет на фрифарме тут стоять. Снизу, понятное дело, Алхимик будет стоять против хрипов пока. Да, вроде бы есть Нэджит Профит, но он вроде ничего сделать не сможет. Он стоит под тавером, боится вылезти, потому что там есть Нюкс, будет стан и будет очень плохо. Так, Котл здесь помогает Клокверку, видим Клокверку он все-таки поставил первые Коги. Да, ну и добивает крипов. 420 момент у него есть, будет, конечно же, Ботл. Здесь Дарксир левел 1 по-прежнему, их спуща не получил. Айншилла раскидывает, а здесь у нас Хаос Кнайт фармит. Ну, будем сравнивать, конечно же, Хаос Кнайта против Алхимика, как они там по фарму будут идти. Пока, видим, Хаос Кнайт 3-2, Алхимик... Ой, Алхимик, говорите. А, да, все правильно, Алхимик. Алхимик у нас 5 на 1, то есть он немножко получше чужих крипов добивает. Так, ну и видишь, опять-таки спин на Дарксиро здесь начинает грызть. Пару плюх, неплохо. Здесь выходит Нюкс, да, видит, конечно же, наиспрофит. Там подкоп в лицо, нефиг ману восстанавливать, все правильно. Еще сюда из руки дай плюх, вот, отлично, Алмайти. Агрессор, просто агрессор. Так, ну и здесь немножко у нас Алхимик подпушил лайн сейчас. То есть наиспрофит сможет где-то, наверное, какое-то количество экспы высадить оттуда. Хотя подходит еще на пачку грипов, не знаю, Алхимику немножко поаккуратнее добивать. Видим, что появился у него уже бутсов спид, а опять-таки промакшенная грейл с грид, все как положено. Так, в миде. Вот так вот, правильно, когами выгонять отсюда этого Урсау. Еще и бить с руки, и все отлично. Плюс ману постоянно заливает здесь котл, кстати, очень даже неплохо для Сана. Может, по КД просто ставить эти коги, и все будет окей. Урсау у нас показывает 10 на 0, пока Клокверк 9 на 2, более-менее одинаково. Ну и Урсау прикупил себе уже ботл. Клокверк, кстати, тоже с ботлом. Так, ну и Дарксир накинул Айншелл, пытается помешать Айо делать пулы. В принципе, неплохо это получается. Айншелл все-таки какое-то количество крипов забирает. Так, ну и здесь драка за руну. Руну здесь уничтожили. Да, пытается Урса найти котла здесь. Айо, подтягивать сюда. Айяя, котла, большие проблемы сюда. Смотрите, нужно наперед добежать. А нету сапога, чтобы обогнать. Просто никак не остановить этого котла. Отлично, замедление же есть у Урсецкого. Еще одну плюху дать. Отлично, Урса. Хорош Айон, вовремя пришел. Молодец, подтянулся. Дайер дальше можно убивать. Вот он Висад. Клокверк, ключ же есть замедление. Айотер прицепился к Висаджу. Отлично, дальше. Можно просто что-то делать. Раздупляет тут своих светлячков. И, ну, вроде отпускает клокверк. Ладно, тут еще живых остался. Но, тем не менее, что-то начинает. С команды Дайер открывает счет. Ну и Урса, конечно, больше всего нужно было зарабатывать себе ФБ. Тут же приносит себе сапог, наверное, да? Да, есть сапог. 400 монет сверху и все окей. Снизу стан. Стан ныж с профита. Пошли его бить. Еще стан от Микс Ассасина. Но по Тавару никто и те не решается. Тем более, что этот алхимик у нас без эксид спрея. Поэтому, в принципе, наверное, особо продамажить не сможет по Таварам. Поэтому решили все-таки отпустить. Так, на топе у нас Дарксир левел 1 пока. Айншелл прежнего первого левела. Ну, вообще крипам подойти не дают. Постоянно два суппорта. Постоянно контролируют ситуацию. Постоянно выходят за спину. Что очень неприятно. Фармит у нас Хаус Найт. Хаус Найт у нас 15 на 3. Алхимик 16 на 4. Примерно ровно идут. В миде у нас Клокверк 17 на 4 против Урсы 12 на 0. Пока Клокверк немножко получше. Но, не забываем, Урсы есть ФБ. Поэтому, конечно, здесь 400 монет нужно в крипах отыграть Клокверку. Чтобы сравняться по надворцу. Так, я немножко отвлекся. Надо было кое-что отписать. Ну и продолжаем смотреть дальше. Итак, у нас Клокверк левел 4 по-прежнему. Ботал у него обузится через Курьера. Все правильно. Снизу Алхимик вместе с Катлом. Кстати, Алхимик здесь не терпелся довольно-таки плотно от крипов. Далее ему тут танго. Нужно, конечно, отхиливаться. Знаешь, что профит у нас? Левел 3. Кстати, в отличие от Арксира, он здесь немножко экспыда получает. Крипы к нему нет-нет. Доходят, как говорится. А Арксира все очень плохо на самом деле. Вынужден возвращаться опять-таки в свои леса. И, может быть, здесь немножко подфармить. Да, ну, начало, конечно, крайне-крайне тяжелое. Просто сапог у нас пока. Левел 5. Тоже обузит потал. Вот уже Курьер ему летит. Кстати, первый спелл он максит, что интересно. Да, есть у него тут вот этот вот Эрф Шок. Который он постоянно юзает. Сапог уже есть. Мэджик Вонды. Есть Сталл Шилд и так далее. Так, ПТ-ти временем появляется у Хаус Найта. Левел 6. Да, на Та-3 прокачано всего. Во, ну, в принципе, где Айо? Айо. Айо нас интересует больше всего, потому что у него левел 4. Да, и, в принципе, очень необходимо очень быстро получить левел 6. Видим, что тренд протектор у нас идет на топ лейн. Видим, попытка будет пуша. Так, смотрите, Урсу зацепили. Отличный Коаги. Птутер Шек он дает. Коаги, опять-таки, еще одну плюху надо дать. Ракетку, от ракетки. А там на КД. Отпивается Урса, живых остается. Да, не получилось немножко забрать пока. Дает ракетку, на этот раз не точно, да. Ну, и отпивается Урса спокойно. Алхимик приобрел себе фейзы. Здесь у нас все-таки попытка с пуша. Здесь триант протектор. Второго левела с колами тоже, вроде бы, пытается немножко подтанчить. Ну, и Тауэр падает. Тут уже на перетяжке работает команда ХМРС. Просто так Тауэра давать не хотят. Урса бежит просто в спину. Говорит, идите сюда, ребятка, убежали с МИДа. Догонять буду. Да, ну и всех прогнал. Ну и фактически Тауэр остается просто так. Произвольный глиф фортификейшн, на мой взгляд, зря. Если дефа нету, то зачем было его юзать? Ну, и сейчас спокойно, наверное, кликом будет Тауэр добивать. Тауэр добрался у нас Айо. Айо левел 4, скоро будет пятый. Так, вниз. Урса на Алхимик. Алхимик, смотрите, пытается уйти. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй. Немножко не вовремя прокучает он здесь оверпауэр. Если бы пораньше включил, может быть, и пробил бы. Да, видимо, КД еще было, поэтому, да. Фрак упустил свой. Пока прежнем 1-0, команда Дайер впереди. Так, Дарсир у нас в те времена покупает соло-ринг себе. Ну, наконец-то, вот, немножко в лесу постоял. Уже стала более-менее игра получше идти. Появился соло-ринг. То есть можно уже потихонечку и обузить океан шеллы. И, может быть, на сапог уже выходить. Кукферк мидил, левел 6. Кукшот имеет. Пока сапог. У него боттл. Здесь Урса тоже сапог боттл. 812 денег у него имеется. Ну, и тоже на ФССВ, в принципе, должен оформить. Хаус Найти временем. Где убили? А, убили Дарсир. Отлично. Причем он сделал это в соло, да, по-моему? То есть там даже Виседж не успел подойти и не успел помочь. Ну, да, все-таки промахш на 4 стан. То есть и плюс реалити рифт. Ну, понятно. Просто разбил ему лицо. 0-2 пока. Тут, видим, Дивардиком занимается у нас Виседж. Ракетка. Пытается догнать как-то Виседж. Еще одну плюху. Эти промахи. Просто бедствие какое-то. Так, залетает у нас здесь. Смотрите, Нэш-Профит. Пытается топить котлай. Будет забивать просто с руки. Отлично. Еще один килл. О команде Е. И залетает. Клок вверх. Пытается как-то помочь. Помочь своим тиммейтам. Как-то, не знаю, хотя бы один килл отыграть. На СММ. Его должен разорачивать. Не знаю, бить. Сан. Сан. Урса приходит сюда. В шок. Так, убивает. Один фраг делает для своей команды, но умирает сам. 1-4. Фейзы появляются у Урсы. Отлично. Здесь Виседж, сапог. Ну и алхимик. Алхимик у нас пока шедовому лет. Плюс Фейзы. Так, ну и Айо. Добрался ли что в левел? Еще нет. Ну вот очень нужно что в левел. Дай, отойди. Хаус снайд. Иди в леса пофарми. Пусть Айо получит свой 6-й левел. И потом вы сможете просто летать по всей карте. Пока я... И так, в принципе, команда ей отыгрывает неплохо. Потом будет еще лучше. Так, алхимик пошел вперед на Айо. Тут же на разворот. Смотрите, приходит Хаус снайд. Стан 4-х секундный, как положено. Прямо как Гайди пишут. Минус алхимик. И будут уходить. Нюкс пытается подцепить Айо. Подцепляется. Смотрите, реалити рифт опять-таки от Хаус снайда. Пытается дальше драться. Айо вроде бы живых остается. Пытается уйти. Здесь трое бьют Хаус снайда. Оттягивает следующий дарксир. Просто четвером пытается его убить. Успевает перед смертью. А нет, не успевает. Я аж думал, убьет. Ну да, на лоу ХП буквально все остались. И Коттл и Нюкс Ассасин. Вот жалко, что не прилетел сюда Нейчс Профит. Он очень мог бы помочь на самом деле. Он бы вот этих двоих забирал однозначно. Ну а почему-то кинул. Скинул своих пацанов. В итоге 5-3 у нас становится счет. Ну и по-прежнему пользуется командой Дайер сейчас. Давайте посмотрим по графикам, что мы видим. Где тысячи в плюсе у команды Дайер. А это по деньгам, по опыту больше двух тысяч. Так, ну и Нейчс Профит. Пошел пуш у нас нижний лайн. Нижний Т1 Тауэр. Ему кто-то особо не мешает. Да, ну и зарабатывает свободно себе денежку халявную. Плюс у него Глоссов Хаст есть. И порядка 1400 монет. Да, то есть хватает у него купить Хэнд оф Майдос. Пусть немножко поздноватый. Но тем не менее он будет и дальше уже будет немножко попроще. Фармивать себе шмотки. Так, Урсетский с фейзами. Тысяча монет сверху. Видимо у Визаджа появляется медалёна в Коу Рейдж. Ну, Айо, готов. Левел 6. Все. Надо искать цель. Команда ХМРС, конечно же, знает. Конечно же, она знает, что там уже есть левел 6. Поэтому будут только пятером бегать. Не как иначе. Вот выходит перед Клок вверх. Будет на себя байтить, видимо. Так и есть. Да, Котл рядом стоит. Урсу прогоняет. Ждут, когда вернётся Хаус Найт. Вот когда Хаус Найт уже бежит. Нет, не бежит ещё. Подставься, Клок вверх. Подставься. И тогда тиммейты прибегут. И всё будет окей. Ага, спалили. Спалили здесь иллюминейт от Котла. Поэтому, да. Убежали в другую сторону. А, было бы плохо очень получится, на самом деле. Дарксир левел 4. Вот как же здесь необходимость ина-то сейчас будет? Так, ну и Рошана просветили. Видимо собирается Урсан на него нападать. Но пока без Владимира, видимо, это будет тяжеловато сделать. Так, Урса пошёл вперёд. Местец Айо находит у нас здесь Нюкс Ассина. Пытается тут подкопать. Но попадает под тизер. Караб пассирует троих. Но всё равно умирает там, конечно же. Под оверпауэром Урса невероятное количество дэмэджа вносит. Ну и зарабатывает килинг спрей. Опять-таки, сделав один фраг, они сейчас просто спокойненько намереваются убивать Рошана. Здесь вот вышли тринты. Они будут танковать. А Урса будет бить. Всё просто. Ну и пошли. Какие-то попытки сейчас будет КМРС, конечно, этого Рошана дефать. Клокверк, например, если отлично с Кукшотом ворвётся, он тоже может много интересного сделать. Так, пошёл вперёд. Разряжает стану Алхимику. Нас хоть кого-то. Так, отлично. О, как хорошо. Клокверк влетел. Но в Коке спрятал только одного. Алхимика тут же, наверное, цепляет. Алхимик в таверну отправляется моментально. Клокверк, скорее всего, тоже умрёт. Там Урса лоу хп. Но Урса всё равно его убивает. Минус два. Подтягивает сюда ещё и Котл. Котл тоже минус. Это минус три. И минус, скорее всего, Дарсирова закрывает с прутами. Да, но это тоже минус. Сказано, я делал даблкил. Да, всё-таки, наверное, ХМРС поспешила с выводами о том, что они знают, как играть против этой связки. Ну, даже, скорее, здесь не сколько связок, только действительно начало игры было проиграно от Рейдентов сейчас. Да, Рошан отлично исполняли всё. Как ни странно. И мид, они, в принципе, Урса там выигрывал, да, с Айо, они там поубивали, убивали Клокверка и так далее. Снизу нэч спрофит, вроде бы, тоже неплохо отстоял, в отличие от Дарксира. Ну, и, конечно же, на топе свободненько фармил Хаус Найт. Ну, плюс суппорты, конечно, зарабатывали дополнительно себе экспу и деньги в лесу. То есть, тоже такой немаловажный фактор. Височ у нас в Медалиновку Рейдж, это мы видели. Ну, да, ну и появляется у нас у Хаус Найта тот самый армейт оф Мордиган. В то время он нэч спрофит у нас после Хэнд оф Майдос, покупает себе сапог. Блэдс в Атак, есть у него Ринку Базилию, всё тоже довольно-таки неплохо. Так, ну и Алхимик. Да, убили его в очередной раз, кликают на него сейчас, может быть, пойдут. Пойдут вот эти два пацана, нет, пока делаются просто простой ТП. Да, я тоже в миде. Ну, хочется ещё раз Алхимика убить, конечно, не дать ему нафармить Шадо Блэйд. Пока он у него оттянул, скажем так, после последней смерти, вот убить ещё пару раз и будет вообще всё замечательно. Алхимик тоже не знает, что делать, он понимает, что на тот момент его могут гангнуть. То есть, фактически, ну, онлайн выходить нельзя, чтобы не было вижена у команды противников. Соответственно, остаются только леса. В лесах тоже некомфортно, потому что там чужие ворды стоят. Так, Хаус Найт пошёл вперёд. Ага, это он кнэч спрофиту здесь притягивается. Тринтэ опять в деле. Юз с глиф фортификейшн, но дефы, как я подозреваю, опять не будет, а? И даггер появляется у Урсы, отлично. А Егист, кстати, у Хаус Найта, то есть вообще ничего не боится. Т1 Тауэр падает, пойдут дальше, я уверен. А отступать-то некуда, на самом деле. Всё, преимущества в их пользу сейчас. Т1 ТВ раз не сны, надо только Т2 сейчас нападать на какой-то. Пока есть преимущества, нужно, конечно, реализовывать. Давайте посмотрим по графику, видим, что больше 5000 в золоте имеет команда Дайер в плюсе, а в экспейте-то порядка тоже 7000 уже. Так, вот он пришёл, даггер, видит, видит Нюкс Ассасина, но Сау убегает. Там снизу очень хорошо распушился лайн, приходится на Нейдж Спроект, фармит дальше. Фэйзи уже нафармил, ну и сверху что-то монет. Блок вверх, мидиум. Покупайте форстап, кстати. Есть на Физердрай, есть на него Рига Фригена, и осталось 250 монет до форстапа. ПКД раскидывается своими ракетками, но вот что-то как-то ХМРС зажали сейчас. То есть у них фактически сейчас плана на игру нет. Они понимают, что они очень сильно проигрывают. И в левеле, и в деньгах, и в шмотках, и так далее. Ну, что-то придумывать надо, потому что если сейчас они так оставят, как есть, как говорится, да, алхимик то, что не фармит, то они игру просто-напросто проиграют. То, что тут фармятся абсолютно все лайны, то есть не боится команда EA сейчас, ну и EA точнее. EA может быть даже, EA же пишется. Значит, мы поняли. Поэтому, конечно, ХМРС надо что-то придумывать. А что придумывать, не ясно. Так, ну вот, вот где-то сейчас должны куда-то лететь. Опять-таки присумонился на тизере здесь. Айок, Хаосмайта, пошли по чужим лесам. Тут вардет стоят, в принципе, дело все палится. Ну и отправились вниз. Ну, будут по нижнему лейну пытаться, наверное, спушить Т2 Тауэр сейчас. Навязывать там драку, почему бы и нет. Алхимик. Очень тяжело ему воевать против нейтралов. Ну и через 3 минуты показывает там Дота 2, что пропадет Аегис. Хотелось бы его, конечно, реализовать, чтобы не впустую просто так пропал. Ну и вот здесь, скорее всего, на Т2 Тауэре будет и реализован. Так, потягиваю сюда последний УСА. Еще, кстати, с руны ДД. И будет ли здесь деф? Ну, вроде бы выдвигаются все игроки команды ХМРС сейчас вниз. Должны, по идее. Так, ну вот, да, проклики. Вот где находятся сейчас противники. Прекрасно все чуют и понимают ситуацию игроки команды Дайр сейчас. А так, Айо вместе с Хаоснайтом начинают играть Тауэр. Тауэр будет очень быстро падать. Тем более, что нету здесь глиф фортификейшена. И тринты вызываются тоже. Тавер, тавер падает. Без дефа. Урсав прыгивает, смотрите, в солна. Ой, как Тарксира пробивает плотно. Да ничего не успел сделать, просто-напросто. Одного оверпайвера, то вот этих вот 5 бешеных ударов хватило. А 6, 6 бешеных ударов, извините, хватило для того, чтобы Тарксира отправить в таверну. Ну и сразу, конечно, пойдут по миду. Почему бы и нет? Снесут все остальные на Т2 Тавера. То есть укрепят свои преимущества. Оставив абсолютно без, скажем так, владения ситуацией, владения картой команду ХМРС сейчас. И посмотрим, что будет дальше. Так, цепляет. Цепляет у нас здесь Алхимика. Начинает грызть. Алхимика пробивает очень быстро. Минус там влетает еще Урса минус Санюкс. Алхимик делает байбэк. Пошел дальше у нас Хаус Найт. Теряет Аегис на Дарксира. Но это всего лишь, напросто, всего лишь Аегис. Так, ну вот он снова возвращается. Там поставили стенку. Должна быть стяжка. Дарксир не успевает стягивать. У него просто, напросто, нет этой стяжки. Не прокачал вакуум. Да, ну и падает в очередной раз Алхимик у нас. Висаж там тоже отправился в таверну. Но 4-14 счет падает и 2 Тавер. Скорее сюда написать ГГ просто, напросто. Действительно, все-таки пик у команды Дайр очень шикарный. И действительно показывает очень хорошую игру на этом пике. Да уж, бывает такое. Так, ну что, сверху у нас Нейджис Профит. Здесь вызывает рентов. Есть у него уже Шадоу Амулет. Осталось 100 монет до Шадоу Блейда. И сейчас будет пушить последний Т2 Тауэр от команды КМРС. Урса тоже здесь очередной раз ДД. Где же Натерун-то находит, боже. Хаос Кнайт у нас все время на Эншантах. Ну, с Армитом все как положено. Правда, без КП осталось. 3000 денег у него есть. А, Урса впрыгивает, смотрите, в очередной раз. Боже, ничего не боится. У нас капитан команды Ай сейчас просто прыгает куда хочет и убивает. Здорово. А есть у него Крклаб, плюс есть у него Блэк Энд Бар. И скоро-скоро уже будет у него та самая БКБшка. Осталось где-то порядка 1300 монет. Нейджис Профит у нас. Ну, да, видим, что он что-то себе купил, видимо, в Курьере, да? Ага, вот прилетел, себе забрал. Это Шадоублейд, окей. Так, ну и Айо вместе с Урсой. Айо здесь палился, Клокверковой ракеткой, в принципе, вижен дал. Ну и что будет делать дальше? По идее, надо пушить последние Т2 Тауэр и потом уже заходить на какой-то ХГ. По какому-то лайну. Снизу у нас Нейдж Профит. Тоже подпушивает. Ну, идет большой такой сплэйт пуш. А Чаус Найт тут у нас, Хаус Найт, точнее, извиняюсь, покупаете Брейсер плюс Сэндж, что интересно. Интересно, такой айтем билд получается. Ну, я не думаю, что это какой-то будет Хелберда, да? То есть, скорее всего, это будет Саша Яша. Однако и этот артефакт мне тоже будет непонятен, зачем он здесь нужен. Если уж некуда девать деньги, покупай Тараску. Всегда это беспроигрышный вариант в любом случае. Никогда не знаешь, что делать. Так, на Клокверка решили подтянуться. Клокверка очень вовремя форстафает себя и уходит. Так, ну и не все здесь игроки команды Дайер сейчас. Просто не все. Нужно всем собраться. Урса вот здесь где-то рядом бегает. Хочет дофармить, конечно же, до БКБ. Висер здесь покупает себе, видимо, Меку, да? В Курьере летит Мека, так и есть. Ну, а снизу Нейдж Профит у нас занимается сплитпушем. Но он тот парень, который сможет всегда прилететь. Так, Нюкс палил здесь Урсу. Нюкс бегает. Так, сделал удар. Подкоп сейчас тоже отменяет. Отменяет, подкоп в итоге сделал. А что дальше? Продолжения-то нету. Здесь, кстати, смотрите, закрыл Когами. Хаус Найта здесь Клокверк. Алхимик тоже пытается разрядиться. Сейчас разряжается в Хаус Найта. А тот не успел сделать ультимейт. Айо тоже здесь. Тринтами врывается. Здесь у нас Нейдж Профит пытается убить Котла. Котла, конечно, моментально сбривает с рифта. А Хаус Найта бежит дальше. Сейчас Айо вместе. Но очень неприятно. На Копе очень больно пробивают. Эту стенку желательно бы переждать, конечно. Нюхс потягивает сюда без Виндета. Сейчас его будут просто на поцеплять. Конечно, это просто был замечательный выход от Нюхса. Достоин уважения. Достоин, конечно, внимания. Ну, зачем так выходить? Зачем так нагло фидить? И все же еще потерян. Т2 Тауэр падает в те времена. Максид Спрей поставил Алхимик. Ну, это, в принципе, ничего не меняет. Тауэр все равно падает. И пойдет дальше на Т3, я так думаю, да? Алхимик доформил ли себе? Нет, не доформил. Не доформил на Шаду Блейд. До сих пор. 19 минут. Стоял на фрифарме, напомню. Не получилось. Так, ну и по Миду, видимо, будет заходить. Тут есть у нас Кадапульта, в принципе. Но ультимейта нет. У Хаос Найта, плюс еще не фулл ХП. Поэтому, видимо, отойдут назад. А хотя нет. Мега, отлично. Ну, теперь-то. Теперь-то может быть зайти. Ну, понятное дело, команда ХМРС сейчас. Дальше своей базы. Дальше от этой линии. Ой, ой, что-то нарисовал. Дальше от этой линии, конечно, выходить никуда не будет. Просто им не выгодно. Они будут ставить на своей базе. Они будут пытаться играть от дефа. Ну, да, Алхимик такой герой, который в лейте, в принципе, стащить может. Однако, фармить ему все равно надо при этом. 0-4-2 у него стат. Ни одного килла не сделал. Опять-таки, Шадлбейк не доформил. Соответственно, Эскейпа у него тоже никакого нет, чтобы свободно где-то фармить. Ну и что? Будут предпринимать у нас игроки команды Тайр. Ну, Русар решил доформить таки БКБ себе. Будут, видимо, его ждать сейчас, да? Бьет эншентов. 1400 монет. Ну и надо еще одного крипа убить. Пока не хватает все равно. Ну, не торопится. Мы видим, команда Тайр имеет просто огромнейшее преимущество. Сейчас посмотрим, какое. То есть, больше 15 тысяч по золоту команды Тайр сейчас у Рейдин. Точнее, это было по золоту. А по ХП где-то порядка 15 тысяч. Да, такое-то играть, конечно, нереально на 20-й минуте. Ну, просто нереально. Я... Мало на моей памяти таких игр, когда вот устраивали мне такие камбэки в играх более-менее профессионального уровня. То есть, действительно, нужно просто что-то невероятное изобразить в команде Рейдина сейчас какую-то драку, которую бы они выиграли 0 в 5. А причем это сделали раза 3-4 подряд, чтобы сравнять счет. Как вы понимаете, такое, конечно, крайне... крайне вероятно. Так, ну, еще опять-таки собираются по миду Тайр. И сейчас, может быть, сейчас пойдут. Я вот все жду этого момента. Пока обновлю сеточку, хочу посмотреть, я завершился ли там полуфинал. Нет, ну там начался. Кстати, вышла там команда ЮСХА в полуфинал. Будет играть против команды АВД. То есть, соответственно, да, здесь команд будет у нас в финале. Ну и вторая пара, конечно же, на ваших экранах сейчас играет. Претенденты на победу. Итак, видим, что Нейриспреф нафармился на первый обливиум стафф. Тут же покупает себе второй, конечно же, выход в арчету поливаленс. Урса нашел Рошана. Ну, судя по тому, что Урса убегает от Рошана, значит, Рошан нашел Урсу. И. Непонятно. Вот ходит назад. Ну, на самом деле, Урса сейчас соло его не убивает, скорее всего. Хотя, нужен Владимир какой-то. Какой-то нужен Аджор. Ну, сейчас вместе с командой, в принципе, наверное, получится сделать. Да, здесь Хаус Найт тоже рядом. Стан двухсекундный. И пошли нарезать фамильяры. Все как положено. Нейриспреф тоже здесь. Физаж тоже тут. Вместе с Меккой. Все отлично. Да, ну, а команда ХМРС знает, конечно, наверняка, что противники убивают Рошана. Сами пытаются, наверное, спушить один табор по топ-лейну. Здесь уже Алхимик. Алхимик. 886 монет. Ну, дайте ему дофармить-то. Бьет уже чужих нейтрал. До того, действительно, безысходная ситуация для Алхимика сейчас. Что просто забей. Такую игру даже играть не хочется. То есть, когда ты понимаешь, что у тебя все очень плохо. Как-то на 22-й минуте на Алхимике не собрал еще Shadow Blade тебе после фейсов. Тебе просто не хочется играть. Реально падает мотивация. Наверное, думаю, такое же состояние у этого Алхимика сейчас. Ну, и вообще у всей команды ХМРС. Действительно, очень тяжело. Тяжело будет сейчас собраться. Так, ну и, наверное, идут заключительные драки. Сейчас игроки команды Тайер сейчас. Да, Хелберд все-таки собрал Хаус Найт. Здесь у Айо нарисовался Вангуард. Очень даже неплохо. Так, ну и под БКБ у РСА готов. Вместе с Айгисом он сейчас прываться будет. Просто, смотрите, в спину будет заходить Айо вместе с Хаус Найт. Тут отличный Коги ставит Локвек. Тут же Котла будет цепляться. Отлично рифтует моментально. Просто минус Котл. Тут поставил вроде бы стенку Тарксиры. Вроде бы даже и стянул. Нет, не стянул. Просто сам пошел к Хаус Найт, подставился. Алхимика тоже будет очень быстро убивать. У него Х-Хейпа нету. Минус 3. Переизовается Мека у нас. Ну и КГ пишет нас, Алмайти. Ну что, поздравляем. В этом полуфинале все-таки место в свой финал, как говорится, да. Слот финала зарабатывает команда Ай-Эй. И она сейчас действительно очень сильно смотрится. Итак, ребят, у нас будет небольшая пауза. Мы дождемся, когда играется у нас параллельная пара. Параллельная пара между командами ЮСУХ и АВД. И в финале уже будем встречаться с вами, опять-таки, на этом стриме. Никуда не разбегайте. С вами сегодня с ЛТВ Адекват. Общаемся мы с вами на twitch.tv. Подписываемся на паблик вк.com. Ну и услышимся буквально через минут 10. Я думаю, не больше. Пока поставлю музыку. Кстати, музыку можете тоже заказывать. Ай-Эй.